Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, а всему больше всего для вас видео. Польза и вред мухоморов. Сейчас такая мода началась. Все великие магистры, шаманы, великие гадалки, все укуренные, как наркоманы. Я уже говорил, что маг... Ой, заткнись ты уже там, ворона, я до твоего гнезда даже не дохожу. Все великие магистры и шаманы. То есть шаманы это обязательно у нас в мышлении какой-то укурыш, да? Наркоман, который должен употреблять всякую хрень почему-то. Я, допустим, ни курю, ни пью, мне нахрен это не надо. Каким бы шаманизмом я не занимался, да? Или какой областью медиумизма или спиритизма. Но у нас люди, видать, думают, что если они обдолбаются, то они типа станут магистрами или как-то приоткроют эту грань астрала, да? Сразу выйдут в астрал, но вообще-то нет. Вот мозг просто поиграет с вами в игру, вот и все. Галлюцинации, да? Вот, мода на мухомор. Мухомор давно был известен. Я с ним буду его доставать, показывать. Там сушеный или какой-то еще, да? Все продажи идут. Вот, зачем рекламу давать? Дело в том, что у него и вправду есть свойства, есть полезные и вредные. Вредные, первое, это передозировка. Как всегда, в нем есть и синийная кислота, и всякой фигни, так же, как в ядовитых или семейства паслиновых, да? То есть, куча таких грибовчиков на Урале растет, которые китайцы любят собирать иногда. И тоже принимать, так сказать, да? Вот. Кстати, интересный круг все еще сохранился тут. Вот. И когда такое происходит, когда такое происходит, то есть, нужно понимать, что кому-то выгодно обдолбать людей, чтобы они снова, как в 90-е, обдолбанные ходили, без мозгов, и такими проще управлять. Как говорится, маньяки, всякие насильники, извращенцы любят иногда людей тоже обдолбливать наркотой, чтобы, так сказать, воспользоваться человеком, и педофилой, и всякая хрень, да? В этой же стороне называется темная сторона грибочков и так далее. Мухомор, естественно, обладает очень уникальными свойствами. Первое. Его многие применяют для того, чтобы психотерапии, и психиатры, как говорится, принимают, и при онкологии его, как говорится, психиатры принимают для того, чтобы не сойти с ума. Они в дозировке, очень маленькой микродозе, да? Дозинг кубиков иногда внутривенно, иногда может... Ну, внутривенно я не советую вам, я вообще против этой всей хрени, наркоты, да? Но, извините, Россия уже погрузилась в это дерьмо, так что добро пожаловать в этот райшизофрении. Дело в том, что чаще применяется в магии именно, да, если мы магическую область поднимем. Конечно, сейчас всякие великие магистры будут тоже это говорить, что они вот уже знали эти секреты. Грипп позволяет, как сказать... Обычно он раньше назывался антилож, то есть в славянстве, да? Антикривда, вот, так точнее будет. То есть когда люди, какие-то там бояре, князья, слишком много лгали, чтобы обмануть и лишить земли, допустим, крестьяне, да? Иногда микродозинки принимали, да? Вот, ну, естественно, дозировку кто-то со спиртным настойки пил там, кто-то еще. Вот, у кого какой организм, конечно, индивидуально. И принимали, и это позволяло, так сказать, увидеть балаболы и лжеца, так сказать, кривдое слово, да? Кто слишком перевирает, говорит вроде правду, но манипулирует этим как-то. И это замечалось. И человек, как будто смотрел на мир, он как бы останавливался, время останавливалось. И вы как будто всю жизнь спешили, вы все что-то хотели сделать ради детей, ради денег, много заработать и так далее. И вот этот микродозинг, он позволяет как бы остановить, как будто время вокруг вас, да? То есть это состояние подсознания центральной нервной системы, она реагирует, рецепторы наши. И мы как бы начинаем смотреть на мир по-другому немного. Мы как будто видим то, что не замечали, да? То есть это не значит, что ясновидение открывается. Конечно же нет. Дело в том, что мы просто начинаем замечать там, допустим, красивую елочку, какая она охренительная и так далее, да? Радоваться жизни, ценить что-то начинаем. Но когда мы передозировку делаем, мы уже начинаем галлюционировать, какая-то крыша едет. Все-таки это вещества ядовитые. То есть там есть много-много химических элементов, которые есть в ядовитых. И у мышьяки тоже есть, как говорится. И в любом, кстати, лекарстве обезболивающем тоже есть наркотическое свойство. Там, допустим, какой-нибудь препарат обезболивающий мощный. Его и принимают для того, чтобы обезболить, с одной стороны, мелкой дозе. Когда ты превышаешь, он превращается в наркотик, любое обезболивающее вещество. В нем входят как раз химические элементы для того, чтобы обдолбаться, называется, да? Вот. Я с цыганем вырос, поэтому я знаю, как там наркоту бадят люди. На что они способны ради наркоты. Поэтому, естественно, в старину, допустим, им натирали ноги, обезболивали. Пытались там остеохондроз успокоить или дистрофию. Как она называется? А, антисклеролитическая дистрофия. Я не могу сейчас выговорить. То есть вот этого всего полно. То есть там, допустим, от простуд натирались, тоже микродозинки принимали. То есть много чего такого используют для того, чтобы успокоить мигрени, успокоить боли. То есть многие старушки знают дозировку. Но у нас некоторые люди, которые покупают насушенный, причем не дозируют правильно, да, микродозинг нужен все-таки. Но, так сказать, как объяснить? Все на самопал. Все ожидают, что чудо произойдет, только приняв этот грибок. Ну, естественно, нет. Естественно, реальность. Другая немного открывается, да? Да, вы начинаете на мир смотреть другими глазами. Но не значит, что вы станете шаманами, ясновидящими из-за каких-то глюцигеногрибов. Чаще они применяются в современное время у магов для того, чтобы уйти от реальности. Мы бежим от реальности, потому что мы боимся, потому что мы не готовы. Мы не знаем, что дальше делать. Мы не готовы жить дальше, понимаете? Мы уже не верим никому. Из-за этого человек переходит на грибочки, на всякую наркоту. И вот как раз мухомор, он самый такой доступный. Но нужно еще, я и говорю, повторяюсь и не устану повторять, нужно правильно его сушить. Нужно правильно подсушить от солнца, естественно. Следить за этим, чтобы он не подпортился. Что-то еще не стал какой-то гниющей. К бактерии, да, там не пролезло в него. И что-то еще условия там и так далее. Это все нужно уметь, понимаете? Чтобы хранение его там, допустим, да, транспортировка как-то еще. Все это должно прослеживаться все-таки. Ну, есть бабульки, которые умеют делать его и настаивать, и потом мазать ноги. И знают, когда его собирать, первое, потому что, может быть, он червивый был, да, и вам подсовывают червивый гриб, которым уже какие-то бактерии, какие-то вещества химические. Допустим, как в помидоре, да, семейство паслиновых тоже. Это как и мандрагора, та же сторона. Вот, то есть, по сути, ядовитый, но в маленьком количестве, аж шикарный эффект дает. И поэтому здесь нужно все соблюдать. Естественно, в магии чаще его применяли для многого. И защитные свойства. О, смотрите, что я нашел. Кто-то мне говорил, что у нас тут магии нету. Кое-что покажу. Смотрите. Красотень, да? Смотрите. Охренеть. Вот кто-то же намотал это и додумался зачем-то. Ну, это, видать, для чего-то. Может, для защиты, фиг знает. Видно, надеюсь, да? Ой, вот, фиксирую. Ну, это уже старое зачуханное перо и какая-то тряпочка привязана на нитки. Под кладик. Возможно. Вот. Ну, она уже не фонит. То есть, светом никаким не переливается. Ну, то есть, энергически, значит, ничего нет уже. Исчерпало. Видать, кто-то затронул из дебилов. Вот. Поэтому нужно понимать, что маги, конечно же, и для защиты, и для того, чтобы от атак в астрале, то есть, от разных духов злых тоже их сушили, клали в мешочки красные. Вот. Также иногда в баню носили, принимали мухоморы. Ну, не внутрь, а именно обтирание там каких-то мест. Иногда там многие говорили убирание вот этих волос, которые бывают, да, лишних. Ну, не знаю, я не пробовал вот удаление в ноги с другими составами, там, допустим, внутриочищающие, да, очищение также некоторых желез, там, допустим, да, поджелудочное восстановление. То есть, тут нужно смотреть, что у кого, какая проблема вообще-то. Я помню, в Якутии вроде мухомор применяли с рисом. То есть, какие-то маски делали, ну, не знаю, я как бы против таких экспериментов. И говорят, помогало, а молажа подтягивало. Но это когда, если холодно, то да, видать, действие было. А когда тепло, не действовало. То есть, надо еще, видать, этот составчик подморозить. Вот, ну, в еду употребляли, но, я говорю, тут дозировка должна быть. Дозировка нужно изучать, понимать, куда, что, потому что с грибами делай осторожно. Это все тьма тьмущая, можно вообще сожрать не так. И потом, или с чем-то несовмещение бывает тоже. Допустим, там, с алкоголем слишком, да, некоторые такие микродозинг, таких ингредиентов, грибов всяких ядовитых, да. То есть, что-то запрещено должно быть, да. А обдолбаться вы, конечно, обдолбаетесь. И что, вот, уйдете от реальности. В этом только цель, что ли? Цель ведь как? То есть, применить данный продукт стандартно. То есть, дозируя. И для того, чтобы достигнуть какую-то позитивную реакцию. Наоборот, на пользу организму, да, ведь? А не на разрушение организма и психики, чтобы вы потом очнулись, реальность, извините, добро пожаловать в рай, да, в ад. Вот. Поэтому нужно осторожнее с этим. Причем, молодой организм не окрепший, когда начинает экспериментировать с этим всем. Это просто дебилизм, потому что психика не формируется. Человек потом не готов, как жить, не отличает вообще сезоны. У нас даже подростки уже настолько тупили, что не отличают сезоны, когда зима начинается. 1 декабря зима начинается, а у нас уже в ноябре все в куртках, в пуховиках, все укутанные, организм не закаленный, не подготовленный. То есть, вообще живем в какой-то другой реальности тупости. Вот. Поэтому, по сути, можно применять, по сути, можно все что угодно применять, да, но в меру и в дозировке. Но есть яды, есть наркотические вещества, которые растительные, да, которые дозировку нужно вообще невозможно, так сказать. Как говорится, яд в маленьком виде может быть обезболивающий, да. Но тут, как бы, да, сработает с мухоморчиком. Но у мухомора есть подвиды. И я видел, как он называется, не бирюзовый мухомор. Охренительный такой, называется. Здравствуйте, смуфы. Вот. То есть, такой голубовато-бирюзовый мухоморчик. Но он считается самым таким, типа, безвредным. Но я не знаю, если столько уже откачивали людей. Похоже, он еще тот вред может нанести. Видов их полно. Вот. И тут в зависимости от климатических условий, также нужно понимать, на какой помойке этот гриб рос. Вообще-то надо быть реалистами. В России все засрано, поэтому в этом, так сказать, людям благодарность, да, в кавычках, от леса. Будет потом и от погоды. Поэтому нужно немного спуститься на землю там и понять, что да, вы можете пользу принести. Да, вы можете в народной медицине, традиционной медицине применять, да. Но что это вам даст? И не веяние ли это моды? Потому что у нас и опиум-мода была в старину, там, в 19-17 веке. И пичкались все, как дебилы. И на много что, да. Нагашишь всякую хрень. Но что это даст? Что-то я не понял. Это что такое? Ни хрена себе орех. Откуда такой упал? С неба что ли? Охренеть. Ну ладно. Больше на этот похож. Ну ладно. Вот, поэтому принимайте, не принимайте, это ваше дело личное, да. Но то, что нужно беречь свой организм и как бы проконсультироваться хотя бы с врачом, что-то еще, а не на самопал или по совету какой-то наркододика. Конечно же он опытный, потому что уже все через себя пропустил, ему уже насрать. Там доза уже увеличивается. А мы понимаем, что если мухомор преувеличить слишком дозу, внутрь принимать, да, то есть внутренний прием, то все, проблемы начнутся сразу. Это может, первое последствие, да, отказать почечки наши, потом печень перестанет фильтровать, да, мочеточники начнут глючить, а вот мочевой пузырь тоже бывает, камни от него могут отложиться, да. То есть последствий много. Так что усиление сердцеберения, артериальное давление может повыситься или резко понизиться у кого какое оно, да. То есть также прекращение поступания кислорода в мозг, то есть мухомор, он же действует как, или ядовитое опиоидное, допустим, семейство маслин, пасленовых, как оно действует. Оно, так сказать, с одной стороны один участок блокирует за какое-то отвечающее, допустим, визуальное восприятие, да, и он заставляет наш организм как бы по-другому немного думать. Это по сути как бы и польза, но с другой стороны это вред, потому что этому участку мозга перестает поступать кислород, а для мозга это очень важно, да, для жирового такого вещества. Поэтому, когда мы начинаем передозировать или принимать подсев на это и ожидая, что это спасение от всего, и мы будем убегать от реальности, нет, это сделает хуже, и потом у вас атрофируется эта область, вот в чем. Или атрофируется какой-то орган, который будет больше всего пахать и перекачивать через себя, потому что вещество это проникнет и что-то останется потом. А отфильтровать или очистить, конечно же, никто вам не скажет потом, как этот мухомор, отфильтровать. И врачи тоже не будут это говорить, потому что они у нас травами и грибами не занимаются, они химией занимаются, понимаете. Медицина вот эта, она не рассчитана на это, понимаете. Поэтому они могут химическими веществами как-то вас напичкать, блокировать этот орган или удалить потом, вот, или что-то еще сделать. Но это не значит, что решить проблему. Поэтому думайте, прежде чем экспериментировать всякими препаратами, такими, так сказать, мухоморами, потому что нужно понимать, кто вам посоветовал, человек сам пробовал или просто прикидывает с каким-то колдуном или ведьмой, или шаманом для того, чтобы просто показаться самым умным и гениальным, понимаете. Ну давайте самая тупость, сейчас еще полынь будет абсент варить и тоже говорить, как это классно быть под полынью. Ну понимаете, это же тупость какая-то. Неужели выхода из ситуации нету? Развитие куча, тренируйте свой мозг, развивайте, и будет все проще, понимаете. И будете смотреть на этих людей, как на диких людей, которые не хотят развиваться, а ищут более простые методы, более легкие, не поднимая жопу с диван. Ну что ж, всем удачи и успехов, с вами был Александр Мчур. Ставьте лайк, комментируйте, пусть и удачи. Спасибо. Спасибо.